Никто из родителей уже не верил, что когда-нибудь двери этого детского садика снова распахнутся для детей. Но весной из городского и областного бюджета выделили средства на его реконструкцию. А уже сегодня, накануне главного городского праздника, строительная компания сдала объект раньше намеченного срока. Вы увидели сегодня частичку своего сердца? Это наши дети. Ведь самое дорогое, что у нас есть, это они. И ради них мы сегодня работаем, созидаем, творим. Ждали очень этого открытия, потому что поселок у нас большой, разжидаемость большая, деткам деваться некуда. У меня вот еще внучка маленькая появилась, вот может быть даже попадет в этот садик. Ждали мы его с ней, теперь мы. Танцы для самых маленьких, новые детские площадки и воздушные шары. Так гостей встречают у входа в отремонтированное здание. Уже осенью в этот детский сад, рассчитанный на 135 детей, придут первые воспитанники. А это хорошее подспорье для Сокольского поселка. Откроем детский сад в сентябре, лицензию получим в сентябре, откроем детский сад. И очередность трех лет полностью исключим. И возьмем еще детей одного под трех лет. В детском саду сделали все, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома. На просторном дворе прогулочные беседки и спортивная площадка. Внутри здания красочные шкафчики для одежды, игрушки, музыкальный зал и новый медицинский кабинет. Позаботились и о безопасности малышей. Детский сад оборудован камерами видеонаблюдения. Я считаю, что это очень правильно. Потому что не все ситуации может наблюдать воспитатель. И какие-то ситуации должны все-таки контролироваться камерой, чтобы потом не было проблемных моментов. Сейчас в Липецке своей очереди в детсады ждут около трех с половиной тысяч малышей. Преимущественно в возрасте от двух до трех лет. Для решения этого непростого вопроса в ближайшее время планируют открыть еще несколько детских садов в новых районах. Елецком, Европейском и Двадцатом. Марина и Анастасия Карасик, Максим Лесников. Липецкое время.